Вы спросите, к чему здесь эти красивые монеты? А эта красота тесно связана с нашей посылкой. В посылке то, что помогает творить эту красоту. Так что смотрим до конца без промоток. Если ты заинтересовался, как такое делать своими руками из наших копанных монет. Итак, ребята, всем привет. Сегодня у меня будет видеосюжет довольно-таки интересный. А кому-то даже будет и намного интереснее тем, что видео будет связано именно с чисткой монет. И я сегодня вам покажу, что вам для этого нужно. Я недавно об этом задумался, потому что очень часто попадаются у нас монеты в старинные и достаточно серьезные загрязненности. То есть монеты, когда достаем, на них очень сильные окислы. Зеленая вот эта вот грязь, это называется окислы. И они въедаются серьезно в монеты, особенно в медные. И химическая чистка, любая, какая она бы ни была щадящая, она все равно удаляет этот слой зеленый. Тем самым удаляет часть рельефа монеты. И после чистки монета будет выглядеть как бы зализанная. И я заинтересовался именно механической чисткой. И сегодня я вам буду показывать, распаковывать посылку, которую я только что получил. Но ожидания были мои, конечно, не напрасны тем, что тот, кто мне прислал, он сказал, что есть там сюрпризы, есть какие-то ништяки. И мы с вами посмотрим. Я заказывал просто шибера, но тут что-то булькает. Так что сейчас будем скрывать. И в ближайшее будущее мы будем практиковать механическую чистку вместе с вами. Так что смотрим распаковку. Будет достаточно интересно. Ну что, ребята, давайте начнем нашего пациента вскрывать. И смотреть. Мне очень любопытно, что у нас находится внутри. Договор был насчет шиберков. Но он решил меня порадовать еще кое-чем. Посылка у нас пришла из Московской области. Сергей в посад. Так, упакована надежно. Теперь бы это все вскрыть бы. Аккуратненько. Я вижу какие-то бутылочки, ребята. Бутылочки. Бутылочки. Не зря я слышал плеск жидкости. Так. Упаковка первая. Упаковал надежно. Ох, вот они, мои красавцы, что я ждал. Это шибера. Так, бутылочка. Раз. Ух ты, нифига себе. Здесь целый набор, как бы знать. Ух ты. Сейчас я это все покажу вам. Так, бутылочки. Что у нас за бутылочки? Смотрите, упакованы все. Блин. Этот. Вообще. Это плюс. Плюсик. Товарищу, который занимается именно торговлей. Все классно сделал. Как зовут изготовитель. Так, бутылочки. Бутылочки. Это хорошо. Сейчас все это будем смотреть. Для чего они применяются? Такие красивые. И вам все подробно буду рассказывать. Так. Поехали. БТА. БТА. 7% бензотриазол. Бензотриазол. Чего это? Для чего это? Бензотриазол. Для чего же он у нас используется? Смотрим внимательно. Так. Контактный ингибитор для защиты коррозии предметов из меди, медных сплавов и серебра. Поняли? Ингибитор. Реставраторы всего мира рекомендуют защищать бензотриазолом, как очищенным археологическими предметами, как и предметы, на которых сохранен коррозионный слой и благородная патина. Поняли, ребята? Вот этой вещью осуществляет как бы консервацию. Чтобы на монетах, на ваших находках не продолжались произрастать различные окислы. Это у нас БТА-7. Давайте посмотрим следующий. Тяжело. Это все надо разбираться. Это у нас Космолоид. Применяется для реставрации и консервации археологических объектов и других исторических артефактов из металла и камня. Ребят, вот это для консервации. Следующее. НЗТ. Что это такое? Давайте ознакомимся. Предназначен для удаления оксидов с поверхности никелевых монет и ускоряет чистку медных монет. Поняли, ребят? Для удаления окислов с медно-никелевых. Запомнили? Зачетно. Есть еще одна бутылочка НЗТ, но здесь надпись 1000 и цифры по отношению с другой бутылочкой черные. Что это у нас? Для удаления окислов с поверхности цветных металлов. Независимый помощник при механической чистке монет и металлопластики. Хорошо справляется с окислениями на меде, серебра, латуни, алюминиевых, бронзе. И свинца. Так, это у нас значит бутылочка для медно-никелевых и для меди как бы. То есть здесь написано для медно-никелевых и для медных монет. Здесь же пишут, то есть два разных средства. Для меди, серебра, латуни, алюминиевые бронзы и свинца. То есть понятно, да? Это для никеля, а это для стальных цветных металлов. Хорошо, разобрались. Паралоид 5%. Для чего же нам эта бутылочка? Применяется в качестве защитного консервационного покрытия. Заполняет микропоры, укрепляет и консервирует металл, дерево, керамику и другие материалы. Для консервации. Интересно. Я заказывал вот эти вот шиберки, ребята. Так, сейчас мы будем вскрывать. Даже, вот смотрите, набор такой, да, если для... Так, здесь у нас что? Даже лейбочки какие-то. Это шиберки, что ли? Это так много шиберков? Блин, классно. Два. Еще два. Еще два. И еще два. Итого. Получилось у меня в комплекте 8 шиберков. Классно. Сам инструмент, ребята, что немаловажно тем, что его нужно в руках держать уверенно. И вот это, смотрите, я вам сейчас скажу, это не просто шиберок, это для того, чтобы лежало удобно, удобно в руке. Вставляем в так называемый карандашик. Так, давай вставляем. Или для тонких, да. Ай! Для тонких. А это для толстого. Вот. И закручиваем. И уже... Так, закручиваем. Закручиваем. И уже в таком вот виде начинаем чистить. Прям удобно, шикарно. Я почему заказал, ребят? Я мог бы сам эти шиберки сделать. Сам. Но здесь нужна специальная заточка. Здесь нужна хороший металл. Если будете делать самостоятельную заточку, то это хорошо подходит, если будете пользоваться, брать надфиля. Вот здесь вот, я так предполагаю, как раз те самые надфилечки. Я надеюсь на это. Потому что надфиле тоже, в принципе... Так, давайте вскроем. Аккуратненько. Ну, давай, вскрывайся. Что там у нас внутри-то? Да, ребята, те самые надфилечки. Смотрите. Маленькие, кругленькие надфилечки и заточенные специальной заточкой. Видите, да? Классно. Классно. Зачетно. Зачетно. И вот эта вот палочка. Очень приятная тем, что вы, наверное, пока не знаете, для чего. Это текстолитовая, ну, так называемая стеклянная палочка, которая будет заравнивать неровности после того, как осуществляете чистку при помощи шабера. Так, что тут еще? Это стол. Это стол. Так, это поверхность кожи. Она нужна для того... Так, сейчас я вам покажу, для чего. Чтобы монета ложилась на этом столе и потом уже осуществлялась чистка. То есть монета, видите, да? Монета не елозится. И потом просто осуществляете чистку. Вот. Достаточно хорошая, между прочим, вещица и полезная. Так. Бумажечка тут у нас. Кисть. Реставрационная. Вот она. Вот она. Это кисть. Вот она. Кисть реставрационная. Для начала работы с кистью разогреть кончик стержня. Открытым огнем в течение 5-7 секунд. Затем прижать торцом к поверхности. Длина ворса регулируется усилием нажатия стекловолокна. Вон чего. Она уже нагрета. Она уже нагрета, видите, да? Она уже нагрета. И товарищ нам все это сделал. Нагрел. Вот так усилил. И она как раз вот размахрилась. Классно. Вот. Зачетный набор. Вообще огонь. Я не ожидал. Не ожидал от такого большого количества. Разного-разного всего. А с этими бутылочками я буду, конечно, ознакомливаться. Для чего использовать. Как использовать. Даже есть наклеечка вот такая вот. Ну, мизмат. Прикольно. Прикольно. Спасибо. Мизмат. Вот такой вот у меня сегодня шикарный. Шикарнейший просто подарок, ребята. Просто огонь. Я даже не знаю, как вам сказать, передать свои эмоции. Я этот, вот именно этот набор ждал с очень таким, знаете, трепетным ожиданием. Потому что я очень хочу заняться механической чисткой. Потому что механическая чистка, результаты просто шикарные. Так что я очень рад и очень благодарен товарищу, который мне все это прислал. Вообще огонь, ребята, огонь. Посылка просто бомбическая. Вот. Так что пожелайте мне удачи. Смотрите видеосюжеты. Как я это все буду дело применять. А также, если вам понравилось результат. А результат я вам однозначно покажу в конце этого видеоролика. Какие у меня получаются монеты при помощи механической чистки. И если вам это зашло, если вам это по душе, то по ссылочке обращайтесь, приобретайтесь и пользуйтесь этим всем набором. Так что на этом и все. Сейчас закончу. Вашему вниманию, ребята, я предоставляю монеты, которые еще не чищены. Вот такого плохого внешнего вида. Возможно, кто-то бы их забросил в дальний угол и не парился. Или же просто чистят при помощи различными кислотами. И даже прибегают к чистке электролизом. Но, смотрите, при чистке различной химии получается зачастую у многих вот такие вот монеты. Видите, да? Вот такие вот монеты. Практически убитые. Видно язвы, кратеры и практически нечитаемые. Но, вашему вниманию, я хочу вам показать следующее. Эта монета была чищена при помощи механической чистки. И на результат, посмотрите. Как вам? Осталось только ее запатинировать и монета шикарная. Следующая монета тоже была чищена механическим способом. И смотрите на результат. Как вам такие два? Какой вам лучше нравится? Левая или все-таки правая? Левая или правая? И это два разных метода. Метод механический, который мы в ближайшее время будем с вами применять. И я всему буду вас учить. Или же вы мне будете советы давать, у кого есть навык к этому. Или же все-таки оставлять вот такие вот чищенные монеты. Так что не пропускаем мои видеосюжеты в ближайшем будущем. По чистке монет механическим способом. И результаты будут вас радовать. Итак, ребята, в общем, посмотрели мы с вами неплохую посылочку. Огромное спасибо товарищу, который нам ее прислал. Все ссылочки на этого продавца, на этого мастера, гуру чистки механической. Ссылочка будет, конечно же, в описании. И всегда, когда будет механическая чистка, я буду его рекомендовать с его инструментами. Так что смотрим, заходим и приобретаем. Вещь действительно нужная нумизматам, коллекционерам, а также кладоискателям, которые сами чистят монеты. Так что приобретаем и не прогадаем. До новых встреч. Ребята, за такой подарок мне и товарищу, кто мне прислал, пальчик кверху. Класс. Не забываем. Пальчик кверху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова